В детском технопарке Чебоксар объявлены квантрикулы. Сейчас на курсы может записаться каждый желающий и познать что-то новое. На один из уроков к юным исследователям заглянула и наша съемочная группа. Ученик второй гимназии Дима Фомин в команде кванториума «Новичок». Впервые младшеклассник пришел сюда месяц назад, но после нескольких занятий решил, что останется здесь надолго. Сейчас он постигает азы робототехники. Это было специальное задание, по инструкции собрать и изучить это. Да, было довольно-таки легко собрать это, потому что пока что это легкие механизмы мы изучаем. Собственного робота продолжает собирать и 7-летний Миша. На уроке в кванториуме царит особенная атмосфера, ведь таких предметов в школе не преподают. Я делаю машину. А из чего делаешь? Как делаешь? Расскажи к нам. Я делаю... ну... Это сложно сказать, но я сделаю что-то типа машины. В данном кружке он получит новые навыки, которые сможет использовать в дальнейшем своей жизни. Вот такая не нужна. Использовать, может быть, это будет связано с его будущим. Создать что-нибудь интересное и нужное для человечества. Ученикам робототехнических курсов фантазии не занимать, говорят преподаватели. У меня робот-слон. Дети его у нас собрали, запрограммировали. Этот слон у нас ходит, поднимает грузы своим хоботом, начинает издавать звуки традиционные для слона, вперед-назад пока ходит. Ну, дети у нас развиваются. Думаю, в дальнейшем, может быть, еще какие-нибудь действия запрограммируют. Собирают и мотоциклы, и снегоуборщики. И вот фантазия, если не ограничена, то есть главное, вот действительно, мы замечаем, потому что очень много приходит конкурсов, проект, конкурсов, где нужно участвовать со своими проектами. Вообще, воспитанники Кванториума сейчас вовсю готовятся к Республиканской Олимпиаде по робототехнике. Ее победители получат путевки на всероссийский этап, который состоится в Татарстане. Многие соревнования-то командные, и детей надо научить работать в команде. Поэтому мы это практикуем. Иногда они с одним работом, ой, набором вдвоем. Мне нравится то, что они, стараюсь давать им больше возможностей, вот это удивляет то, что они сами выступают уже как преподаватели. Если кто-то дальше ушел, он помогает более тому, кто опоздал, опаздывает, не успевает. Увлекательные уроки проходят и в классе юных химиков. В учебной программе большое количество опытов, к примеру, как в лаборатории вырастить кристаллы. Сейчас мы добавляем соль в раствор, и она будет перемешиваться. Когда соль полностью растворится, мы будем фильтровать. С помощью фильтрации переводится... Отделяем соль с магнитом в другую колбу. В итоге, чтобы получилась жидкость, с помощью которой в дальнейшем вырастет кристалл. А эти ребята теперь смогут ответить точно, для чего необходима ньютоновская жидкость и как ее создавать. Мы брали обычную воду, чистую воду, и взяли крахмал. Воды нужно больше, чем крахмал. Примерно в два раза. И просто все это размешать. Ньютоновская жидкость не принадлежит закону Ньютона. Когда ты ее сжимаешь, она становится твердой. Когда ты ее отпускаешь и расслабляешь, она превращается в жидкость и растекается, как вода. Сейчас Кванториум является одним из крупнейших технопарков страны. За год здесь планируют обучать более 400 ребят. Учебная программа насыщена, а уроки проходят и на каникулах, и в выходные дни. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Андрей Спиридонов. Республика.